Девушки отдыхают ООО «Комбинат Волна» находится в тройке российских лидеров из 11 предприятий по объемам производств и реализации хризатилцементных листов. Занимает четвертое место среди производителей труб и муфт. В этом году предприятие отмечает 70-летний юбилей. Как прошли семь ярких десятилетий, чем сейчас может гордиться предприятие и что ждет комбинат в будущем. Комбинат «Волна» – одно из старейших предприятий Красноярского края. Его история берет начало в 1951 году. Именно тогда была принята в эксплуатацию первая технологическая линия. Великая Отечественная война закончилась, но продолжает проверять на прочность жителей страны. Подвиги теперь совершаются на производстве. Решение о строительстве в Красноярске шиферного завода принято Советом министров СССР в марте 1948 года. Новый промышленный объект должен был обеспечить строительными материалами районы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Первая очередь комбината, построенного по проекту Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института «Гипроцемент», запущена 4 ноября 1951 года. В 1952-м в эксплуатацию были введены вторая и третья технологические линии. В 1953-м – четвертая. Еще через год в строй вступило оборудование по производству азбестоцементных труб. До 1965-го года, с 1951-го, волнировали наш шифер, а на тот момент мы выпускали только волнистый шифер. Вначале волнировали шифер сырой, ручным трудом. С 1951-го года работали в основном женщины. Вот есть фотография, как это тяжело металлическими тяжелыми скалками. Потом металлические, чтобы облегчить им немножко труд, заменили деревянными дубовыми. И только в 1965-м году внедрили автоматические волнировщики. 70-е и 80-е – золотые годы завода. В эти годы он по праву считается ведущим предприятием в стране по производству азбестоцементной продукции. Комбинат не раз становится победителем всесоюзных социалистических соревнований. В 90-е на промышленном объекте произошли значимые изменения. В январе 1991-го года началось строительство завода номер 3, проект которого предполагал установку двух технологических линий по производству хризатилцементных волнистых листов среднеевропейского профиля. Проектная мощность оборудования австрийской фирмы «Фойт» составляла 11 миллионов квадратных метров в год. 16 мая 1993-го года в заводе номер 3 выпустили первую продукцию. С 1992 года по 1995 год шел демонтаж старого здания и устаревших технологических линий завода номер 1 и одновременно строился новый корпус завода, где были установлены три технологические линии. По производству хризатилцементных листов средневолнового профиля, производству плоских прессованных и непрессованных листов, хризатилцементных труб напорных и безнапорных. В сентябре 1995 года полностью обновленный завод номер 1 заработал на полную мощность. В январе 1994 года в заводе номер 2 начался демонтаж старой линии по производству асбестоцементных листов унифицированного профиля. В августе 1996 года на заводе начаты работы по установке нового оборудования и в 1998 году была смонтирована современная покрасочная линия по нанесению декоративного покрытия. В 1992 году комбинат был переименован в Акционерное общество «Волна», стартовал новый этап модернизации производства. В 2004 году предприятие стало называться ООО «Комбинат «Волна». За годы работы неоднократно менялся статус и состав предприятия, проводилась модернизация оборудования и реконструкция технологических линий. Комбинат «Волна» сегодня – стабильно работающее предприятие, современное, динамично развивающееся, обладающее большим потенциалом для дальнейшего развития, выпускающее высококачественную продукцию, которая имеет стратегическое значение для строительства. Предприятие смогло выстоять в трудные времена, пережить кризисные явления на отечественном рынке, благодаря тому, что в 2004 году вошло в состав холдинга «Сибирский цемент». Производство на предприятии непрерывно и полностью автоматизировано. Закрытый способ распаковки и обработки хризатила, подачи цемента и воды, смешивание всех компонентов полностью исключает выбросы хризатиловой и цементной пыли, а также контакты персонала с хризатилом и обеспечивает надежность и экологичность производства. Сегодня комбинат «Волна» выпускает более 40 видов хризатил-цементных изделий. Это как традиционные материалы, такие как плоские хризатил-цементные листы, прессованные и не прессованные, различные толщины, кровельные листы профиля СВ и СЕ, хризатил-цементные трубы, напорные и безнапорные разных диаметрах, так и современные конкурентно способные материалы, такие как кровельные листы «Волна Калор» шести базовых цветов, фасадные плиты «Виколор» с различной текстурой поверхности и по любому цвету каталога, фасадные плиты «Крастоун» с защитно-декоративным покрытием из каменной крошки и хризатил-цементный негаручий сайдинг «Берген» для малотажного домостроения. Приятно осознавать, что несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и высокую конкуренцию на строительном рынке, мы продолжаем расширять географию продаж, внедряем новые технологии, растем и развиваемся с каждым годом. Продукция ООО «Комбинат Волна» широко востребована потребителями. В Сибирском федеральном округе высоким спросом пользуется кровельная продукция, в Дальневосточном – трубы, в Уральском – плоские неокрашенные листы. В свою очередь, фасадные материалы, с каждым годом набирающие популярность, востребованы на всей территории России, особенно в Центральном федеральном округе и Казахстане. За первые 9 месяцев 2021 года «Комбинат Волна» направил потребителям 6 миллионов 800 тысяч квадратных метров продукции, на 32% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Увеличились объемы реализации практически всех видов изделий. Специалисты предприятия ежегодно расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Так, в прошедшем 2020 году была выпущена новинка «Виколор Принт». Это фасадные листы с рисунком, нанесенным цифровым принтером. По желанию заказчика мы можем нанести любой рисунок, который он придумает. На сегодняшний день специалисты предприятия продолжают разрабатывать новые виды покрытия. Так готовится новая фасадная плита с благородным металлическим или, по желанию потребителя, перламутровым блеском или нанесением имитации натурального камня. Мы планируем в следующем году занять определенную нишу, предложив рынку альтернативу дорогим композитным алюминиевым материалам, выпустив нашу плиту «Виколор Металлик», которая не будет уступать по эстетическим свойствам композиту, а в то же время будет еще иметь определенные преимущества, свойственные кризатилцементу. Это высокая прочность, высокая звукоизоляция, низкая теплопроводность и доступная цена. Предприятие не забывает и про розничного покупателя. С целью расширения комплекса услуг В 2020 году закончена реконструкция магазина «Оцелит». Сделан шоурум и установлен вертикально-раскроечный станок для распила нашей продукции по размерам, предоставленным покупателями. Организована интернет-продажа продукции. В настоящее время потребители снабжаются надежными и безопасными хризатилцементными изделиями, гарантируя их стабильное высокое качество. Комбинат готов развиваться дальше, осваивать и внедрять новые технологии, вводить инновационное оборудование. Это стремление к новым стандартам, в том числе и экологическим, безопасность и комфорт у жителей 21 века выходят на первое место. Продукция предприятия соответствует действующей нормативно-технической документации. Имеются сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, пожарный сертификат и протокол радиационно-гигиенических исследований. Ежегодно «Волна» является лауреатом и дипломантом конкурса «100 лучших товаров России». В 2020 году комбинат вошел в реестр экспортеров и получил знак «Made in Russia». Постоянно совершенствуется оборудование с целью повышения его производительности, увеличения ассортимента продукции, повышения качества изделий. За прошедшие 5 лет, с 2017 по 2021 год, холдинг «Сибирский цемент» выделил на модернизацию оборудования предприятия более 161 миллиона рублей, а на ремонт и техническое обслуживание более 186 миллионов рублей. Выпуская надежные и безопасные изделия, постоянно внедряя новые технологии и модернизируя оборудование, предприятие уверенно двигается вперед и развивается. Мы делаем ставку на цветные, кровельные и фасадные материалы с защитно-декоративным покрытием, спрос на которые постоянно растет. 20 августа 2019 года комбинат присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Участие в нас в проекте стало своеобразным толчком к дальнейшему развитию предприятия. Совместно с экспертами Федерального центра компетенции специалисты предприятия изучили принципы бережливого производства, разработали методику и мероприятия по повышению эффективности оборудования. Благодаря этим мероприятиям увеличилась производительность в первый год на 9,9% и планируется по итогам трех лет завершение данного национального проекта увеличить производительность на 30%. Для ускорения сроков выполнения многоразмерных заказов приобретен, запущен в работу форматно-раскроечный центр «Филата-380». С целью выстраивания производственного потока по системе вытягивания в строении 37 демонтирована стена, разделяющая цеховое пространство технологических линий «Фойт» и «СВ-2» и осуществлено объединение подкрановых путей на месте демонтированной стены для обеспечения сквозного проезда грузоподъемных механизмов. Организованы складские площади хранения жидких и сухих компонентов для краски по системе 5С. С целью оптимизации расстановки оборудования произведена реконструкция участка приготовления красок. Реализована автоматическая подача дисперсии и воды диссольвера. Люди – главная ценность во все времена. Успех производства – это всегда коллектив. Именно люди создают предприятия. Это главная ценность компании. Богатые традиции предприятия продолжают специалисты, новые и новые поколения тружеников, уверенных в своем будущем. Предприятие гордится своими людьми и уделяет пристальное внимание улучшению условий работы сотрудников, повышению квалификации кадров и другим важным направлениям. Особый почет на предприятии – заводским семьям. На комбинате 5 семейных династий. Именно они приняли участие в высадке аллеи династии к 70-летию. Это новая традиция комбината. Дорогие ветераны, большое вам спасибо за ваш труд, за вашу доброту, за ваше неравнодушие к судьбе предприятия, а также за вашу заботу о ваших детях и внуках. Дерево, которое сегодня будет вами посажено, это символ семьи, жизни, силы. Так пусть же деревья, которые будут посажены, растут и крепнут. А в ваших семьях и в наших трудовых династиях растут будущие специалисты предприятия комбината «Волна», которые с радостью, когда они вырастут, мы примем в нашем дружном коллективе. Всю жизнь машинистом ЛФМ отработал, дочка оператор на разборке. Находилась в поисках работы, было 24 года, папа предложил прийти сюда. Сначала испугалась, ну как забот, молодая девушка, что я здесь забыла и как я буду работать. Ну, потом все-таки решила, что люди работают, обучаются, стоит попробовать. Пришла, пришла, я сразу вспомнила самого первого шага, потому что раньше, когда были маленькие, родители работали здесь, сразу работала и мама. Менялись посменно, приводились нас сюда, сдавали нас друг к другу. И в это время, пока смены менялись, мы ходили по цеху раньше, к бабушкам, к дедушкам здесь. То есть я пришла и вспомнила просто вот это все с детства. Ребенок тоже говорит, я тоже пойду сюда работать. Уважение к семье, труду, вклад в развитие и масштабные планы на будущее. Комбинат «Волна» – предприятие с богатой историей, уверенным, настоящим и прогрессивным будущим продолжает свое шествие. До встречи на следующем юбилее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова